всем добрый день будем сейчас проверять звук насколько меня слышно видно я вижу что меня видно можно ставить плюсики рассказывать кто ко мне пришел в гости можно также сразу готовить вопросы которые у вас есть и будем потихонечку начинать меня зовут павлова лейла я управляющий партнер компании between two countries бизнес-консультант занимаюсь стратегическим маркетингом помогаю разрабатывать под новые тренды тенденции рынка под свободные ниши новые дизайны новые коллекции собственные торговые марки размещаю эти коллекции на фабрике в китае под ваши требования и привожу потом их на территорию россии под ключ если в бизнесе нет внешне экономической деятельности и нету отдела международных закупок я собственно привожу это сама своими силами у нас получается в это аутсорсинг если же компания занимается этим сама то я передаю фабрику и компания начинает всю эпопею производства товара на территории китая самостоятельно компания between two countries родилась четыре года назад это была идея как выставочного консалтинга и консалтинга выхода на новые рынки таким образом я познакомилась с огромным количеством китайских производителей и сегодня я хочу вам рассказать про психологию формирования закупок психологию формирования коллекции любой бизнес консультант знает что есть два вида психологии разработки коллекции это закупщик или категорийный менеджер который сидит и думает каким образом ему привести товар и привести себе клиента и выиграть битву за лучшего покупателя и покупатель который заходит ваш магазин смотрит что сейчас есть и выбирает то что ему нужно во первых я хочу сказать большое спасибо за то что вы пришли во вторых я хочу рассказать большое спасибо за то что мне дали возможность с вами пообщаться и поговорить ну и собственно наверное мы с вами можем приступить к такому явлению как магазины ритейл все что мы сейчас имеем на нашем рынке в такой непонятный тревожный период с вечными вопросами что будет дальше ритейл это одна из самых передовых отраслей нашего рынка и собственно ритейл и магазин настроения это зеркало всех событий всех политических и экономических систем которые мы получаем на протяжении 30 лет когда у нас с вами появился частный бизнес предпринимательства и россия перешла в эпоху развитого не развитого капитализма демократического общества и ушла из социалистического строя таким образом когда мы с вами сейчас посмотрим на этот слайд взять вы попытаемся подумать из каких же магазинов я сделала вот эти фотографии енерге chase угадать собственно какие эти магазины наверное сложно почему потому что за счет того что у нас менялись покупательские способности за счет того что у нас были различные экономические кризисы за счет того что менялась восприятие действительности у нас все магазины потихонечку 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 становились абсолютно одинаковыми в каждый кризис в каждую волну в каждый какой-то В этот момент каждый из покупателей сталкивался с тем, что ассортимент у нас оптимизировался, товар становился меньше, товар становился дешевле. Потихонечку мы приходили к такой вот волшебной формуле, как оптимизация, минимизация и упрощение. Если мы посмотрим на эту волшебную картинку, то мы увидим, что, собственно, перед нами наше великое бокал, стакан, граненый, который раньше в нашем детстве использовался для газировки за 3 копейки. И, собственно, неважно, какой у него дизайн, главное, что функционал у него очень широкий. Из этого стакана можно пить чай, если его поставить под стаканик, из этого стакана можно пить воду, из этого стакана можно пить любой напиток. Та самая минимизация и упрощение, с которым мы с вами столкнулись сейчас. Если подумать, что будет происходить в ближайшее время, то, наверное, нас сейчас ждет такое непростое состояние, непростой момент, когда огромное количество сетей будут тихонечко схлопываться, разоряться. И, собственно, каждый начнет бороться за свою долю прибыли, за своего клиента, за своего покупателя, за свои обороты, за свою свободную нишу. Почему и чем это можно, что нужно сделать, чтобы у нас получилось все достаточно успешно. Сейчас, когда у нас с вами такой период неопределенности, единственное, что мы все с вами ждем, и все, что мы очень серьезно хотим, мы хотим защиты. Мы хотим человечности, мы хотим помощи, мы хотим положительных эмоций, мы хотим такого состояния уверенности в себе и в завтрашнем дне. Уверенность в себе – это, наверное, такая самостоятельная точка, которую сам человек прорабатывает у себя. То есть я у себя есть, и я с этим справлюсь. Есть такая внешняя точка опоры, которая должна быть у каждого из нас, помимо уверенности в себе, это защищенность или же человечность. Вот у меня, например, за время этого карантина появилась такая интересная фраза «Я тебя обнимаю». То есть в конце каждого общения со своими друзьями, в конце какой-то переписки с друзьями у меня обязательно появляется смайлик «Я тебя обнимаю». Или же я называю это словами, я прям прописываю это. Если вы вспомните наш волшебный фейсбук, который сейчас, собственно, является нашей активной площадкой, на которой мы все очень много работаем, специально во время неопределенности и пандемии придумал новый смайлик с сердцем, где вот человечек обнимает себя и добавляет положительные эмоции. Мы в состоянии, когда мы все время с чем-то сталкиваемся и с непонятным, хотим достаточно простых вещей. Это эмоциональность, это безопасность, это забота, это доброта, это дружба. И, собственно, вот на этом и основываются все те дизайны, все те торговые марки и все то будущее и отличие от всех других конкурентов на таких простых, обычных человеческих личностях. Когда вы начинаете управлять эмоциями, вы управляете эмоциями через продукт или продукт влияет на ваши эмоции. И что самое главное, когда вы приходите в магазин, вы запоминаете что-то конкретное. Если я сейчас попрошу вас всех закрыть глаза, сосредоточиться и вспомнить свое самое любимое платье, свою самую любимую кружку, свою первую машину, свой первый мобильный телефон, у вас появятся определенные положительные эмоции, вы абсолютно вспомните эту вещь, вы вспомните, что вы ощущали, когда вы получили вот это свое самое-самое нужное и необходимое. Когда вы начинаете выходить на свою собственную коллекцию, для того чтобы отличаться от всех других, есть несколько способных, проверенных трендов. Тренд, я его называю на героя. Самый простой способ, если вы не знаете, как правильно выстроить новую коллекцию и сделать новых героев, это взять лицензионный продукт. Сейчас достаточно огромное количество мультфильмов, большое количество разработок, вы можете купить лицензию, так говорится, с анимационной студии, получить поддержку по постпродакшену и на основании этого мультфильма начать разрабатывать свою первую коллекцию, чтобы попробовать, потестировать, посмотреть, что из этого получится. Второе, то, что у вас может быть, это мэм. Дальше у нас есть звери, которые вечные, вечные темы, которые не меняются никогда. Это котики-собачки, это леноты, это лисы, это совы, это ежики, и, собственно, те самые звери, которые могут становиться лицом вашей компании, лицом вашей коллекции и могут проходить красные линии через все-все-все отделы, которые есть или внутри вашего магазина, или внутри вашего бизнеса, если вы работаете дистрибьюторами. Ну и, естественно, можно придумать какого-то сказочного, фантастического персонажа, который потом в дальнейшем станет лицом бренда, лицом дизайна, лицом вашей коллекции, и вы будете грамотно, распределяя всю эту информацию, предоставлять людям возможность видеть, что происходит с вашим героем. Что такое коллекция? Что нужно сейчас? Вот сейчас, когда мы с вами просидели, не только мы, наверное, весь мир просидел определенное количество времени дома, у нас с вами схлопнулось представление о реальности. Собственно, мы с вами поделим сейчас мир на реальность таким моментом. Какую-то часть жизни мы будем обязательно покупать вживую, трогать это, смотреть, что это такое, как это, а что-то мы будем покупать обязательно в интернете, интернет-продажи никуда у нас с вами не денутся. И нет такого понятия, что кто-то будет жить в оффлайне, а кто-то будет жить в онлайне. По сути, эти два момента определяются, и между ними есть такой очень хороший, прекрасный промежуточный пункт, который называется виртуальная реальность. Вот эти технологии с QR-кодом, где вы можете придумать к своему товару виртуальную реальность, поможет вам как производителю, так и ритейлеру создать переходный мостик между товаром, который у вас стоит на полке, и товаром, который можно купить в интернете. Когда вы хотите захватить рынок, а я, собственно, достаточно активно и агрессивно выстраиваю стратегии, когда мои клиенты получают себе долю рынка. Какой бы рынок ни был насыщенный, что бы на нем ни происходило, у меня есть такой девиз. Свои 5% от этого рынка можно получить на первом шаге всегда. Для этого у вас должна быть четко, грамотно продумана стратегия выхода на этот рынок, выяснение своей свободной ниши, и вы под эту нишу делаете коллекцию. Коллекция – это эмоциональное преимущество, потому что все хотят теплоты, все хотят чего-то уникального, все хотят выделяться на этом рынке. И что самое главное, ваши эмоции переходят в уникальность, а уникальность переходит в целевое вложение вашего бизнеса. То есть вы вкладываясь в то, чего нет у всех остальных конкурентов. И создавая свою коллекцию, создавая своего персонажа, вы можете взять какие-то примеры. Вот у меня на заднем фоне стоят два ежика, у которых есть полностью своя продуманная жизнь, свои какие-то игрушечки, аксессуары, возможности, дополнительные истории, которые можно совершенно спокойно переложить в социальные сети в виде поддержки контента в Инстаграме, в Фейсбуке и во всех остальных, выложить в виртуальную реальность и доработать стандартного персонажа до какого-то своего восприятия. Вот мы когда делали этого ежика под очень крупного клиента, очень крупного проекта, я пришла к выводу, что есть персонажи, которые как бы переходят в новое видение, в новое время. То есть есть персонажи, которые вечные. Если вы вспомните мультики, то героев, которые рисовали, например, в 30-е годы, они достаточно серьезно отличаются от героев, которые рисовали в 50-е годы. Потом у нас был союз мультфильм и мультики 70-х, 80-х годов, а сейчас у нас идет засилие трендов, которые родились в Японии, а потом перешли в Канаду. И таким образом современность и актуальность дизайна и героя тихонечко путешествуют с нами во времени. И получая какую-то классическую базу, вы можете совершенно спокойно переложить ее при помощи дизайнера в современную реальность. Понимая, что ваш дизайн, ваш герой и все события, которые вы связываете со своей коллекцией, начнут путешествовать с вашим клиентом везде. Второй момент, который вы можете использовать совершенно спокойно, это семья. Люди приходят в магазины все вместе. Мамы приходят с детками, детки приходят с родителями. Все хотят провести время вместе и все хотят провести время с пользой. За эти два месяца, когда мы с вами вдруг неожиданно оказались заперти, и мы неожиданно открыли для себя очень много нового друг о друге, внутри семьи, о своих детях, о своих партнерах, то тренд на семью, опять-таки на человечность, на положительные эмоции дает возможность объединить всю систему продаж в единую цепочку. Если вы посмотрите на эти две картиночки, то вы увидите, что, собственно, фоном идут абсолютно классические дизайны, абсолютно классические формы, которые можно использовать в любой реальности, в любом моменте и месте эксплуатации. То есть это может быть и праздничная посуда, и повседневная. А если вы добавляете к стандартной классической схеме своих героев, персонажей, а если еще вы их начинаете разделять между составляющими внутри вашей коллекции, то, собственно, интерес к вашей коллекции повышается в разы. И ваши покупатели, приходя в ваш магазин и ожидая возможности новинки, будут все время отслеживать, что вы додумаете, что вы придумываете, что вы добавите внутри, казалось бы, базовой комплектующей, которая у вас уже есть. Когда вы выстраиваете путь покупателя, когда вы начинаете думать, как запустить своего героя внутри товарных категорий, вы все товарные категории делите на определенные эмоциональные группы. Вот я сейчас сначала прощелкаю, а потом немножечко вернусь назад и покажу. Эмоциональные группы – это вечное явление, все, что является для сада и огорода, причем это состояние, которое может быть домашними комнатными цветами, это могут быть садовые комнатные цветы, и это есть абсолютно пустая ниша, которая только-только приходит в Российскую Федерацию, наверное, и во все страны СНГ. Есть такая волшебная тема и место в нашем доме, которое называется «балкон». Чаще всего балкон – это такая нора, куда складывают какие-то вещи, это место хранения, и крайне редко кто-то пытается сделать из своего балкона, наверное, только-только сейчас появляется такой тренд, когда из балкона пытаются сделать такое прекрасное, красивое, уютное место. Вторая эмоциональная группа, которая может быть внутри вашего магазина, она может быть отдельным бизнесом – это детские игрушки или товары для детства. Получается, что сейчас все супермаркеты и гипермаркеты пытаются объединить все возможные товарные направления для того, чтобы семья, которая приходила за покупками, могла все купить в одном месте. И, собственно, если вы посмотрите на эти все три картинки, то вы увидите, что есть такие определенные тренды детских игрушек именно для фудовских магазинов, для фудовских сетей, где вы можете собрать определенное направление, которое будет сопровождать продажи и увеличивать продажи вашего основного товара. Следующая эмоциональная группа, которая мне безумно нравится и в которой, наверное, я живу больше всего – это посуда или хаус-холд, полностью весь, который, собственно, существует. Давайте теперь попробуем немножко вернуться назад и возьмем наш волшебный сад и огород. Как-то так исторически сложилось, что у нас с вами нет ни одной крупной компании на рынке Российской Федерации, на рынке стран СНГ, которая объединяет полностью всю эту группу. Как-то изначально заходили немецкие компании, потом заходили в достаточно большом количестве крупные турецкие компании, но сейчас вот это такая пустая ниша, пустой рынок, где, собственно, нету игрока, который объединял бы все на свете. И внутри этой группы, несмотря на то, что у нас есть целевые DIY с хорошим предложением, большим достаточно ассортиментом, есть очень много свободных ниш. Исторически сложилось, что, например, всю керамику раньше возили из Китая, все садовые фигурки возили из Китая, все системы украшения возили из Китая. И как только начались скачки в валютном коридоре, собственно, вот эти группы красоты, их пытались всеми доступными способами сократить и убрать, мотивируя это тем, что, собственно, ну вот есть пластиковый горшочек, его хватит на все. И в результате предложения и рынок вот в этой товарной группе, он стал очень сильно похож на граненый стакан. Что обычно хочет женщина, когда она приходит и покупает себе горшочек? Она покупает цветочек, она хочет сразу к нему купить горшочек, иногда происходит наоборот, она видит какую-то красоту и начинает покупать горшок на будущее. Дальше обязательно в этих горшках начинают появляться украшалки, различные штыки, различные пластиковые фигурки, различные фигурки, которые вешаются на эти горшки. Есть отдельная история с прищепочками, которые помогают поддерживать эти цветы в вертикальном состоянии. Есть подпорки, опоры, которые помогают им вьются, вьются и придавать какую-то определенную садовую форму. Есть группа горшков или так называемая группа оборудования для флорариумов, которые сейчас очень модные, популярные, которые вывешиваются в вертикальном виде и достаточно интересно. Что можно сделать? Можно открыть волшебный носитель информации, как я его называю, Алиэкспресс, посмотреть, какие определенные группы товаров там есть и на основании этих групп товаров сформировать первое предложение для ваших клиентов. И посмотреть, каким образом ваши клиенты начнут откликаться на те или иные предложения, как они будут реагировать. Для этого сейчас есть очень много инструментов. Это можно использовать и соцсети, и прямую рассылку, или же привести небольшую партию и выставить ее на тех или иных маркетплейсах, посмотреть, как отреагируют покупатели. И в параллеле под эти группы товаров, которые есть, начать искать фабрики, дорабатывать коллекцию производства внутри России и обязательно скомплектовать какую-то часть коллекции, которую вы будете покупать откуда-то, и какую-то часть коллекции, которую вы будете продавать внутри. Как еще понять по косвенным признакам, что эта ниша пустая? Я вот последнее время смотрела две или три передачи по дизайну, по садовому дизайну, тем более, что сейчас все звезды сидят дома, они с удовольствием приглашают к себе на дачи и с удовольствием показывают всех дизайнеров, которые работают у них в саду. И получается, как-то я так наткнулась на три или четыре передачи подряд, где начали делать крупные садовые формы самостоятельно, то есть крупные горшки, в которых нужно посадить растения на улицу, которых, собственно, практически сейчас нет, начали делать из подручных материалов. Замешивали цементик, брали туда ткань, придавали форму и таким вот декоративно-дедовским способом создавали себе какую-то уникальность, в которую потом высаживали растения и выставляли их в открытый грунт или на открытом воздухе. То есть это такой косвенный показатель того, что данный рынок и данная ниша сейчас достаточно пустая. И на нее можно обратить внимание, почему я считаю, что она будет продаваться, и она будет иметь успех. Потому что если мы сейчас глянемся, посмотрим вокруг себя, я, например, точно знаю, что на 10 моих подруг, на 10 моих знакомых, только, наверное, два человека из этой фокус-группы не занимаются садовыми растениями или комнатными растениями. Мне вот тут пишут про сезонность. Я согласна. Есть такой очень интересный момент. Сезонность в этом присутствует, но любой сезон сейчас искусственно можно расширить. Во-первых, когда люди перебираются с дачи домой, потребность ковыряться в земле и создавать красоту, она никуда не девается. И, соответственно, можно разработать очень много готовых решений. Во-первых, для пересадки. А осенью и весной все домашние растения желательно пересаживать. А второе, можно подготовить совершенно спокойно. Лена Воробьева пришла. Добрый день. Можно подготовить решение для балконного озеленения. Тем более, что очень многие балконы, несмотря на то, что это место для хранения, очень любят утеплять, остеклять, чтобы они были как можно большим местом, которое держит тепло. И таким образом, эту сезонность можно размазать. Дальше к этой сезонности можно добавить, как во всем мире, такие великие праздники, как декоративные изделия из натуральных изделий для Нового года. Можно добавить какие-то изделия на 8 марта, на 23 февраля. Но, как это ни странно, сразу после всех новогодних праздников начинается сезон дачи, и все начинают активно выгребать все, что можно, все, что связано именно для сада и огорода. Поэтому сезонность, она такая достаточно размытая в данном случае. Если посмотреть вторую эмоциональную группу, которая может приносить очень большое удовлетворение и очень большие дополнительные продажи внутри вашей торговой сети, то, собственно, давайте сейчас посмотрим, как мы живем с детьми дома, чем они занимаются, что с ними происходит, и чтобы вы однозначно купили бы ребенку, когда он приходит с вами вместе за продуктами. То есть есть такая великая группа наборы для творчества, развивающие игры, игры для всей семьи и хобби. Вот эти четыре категории игрушек, они, наверное, вечны. То есть это такая тема, которая может быть сколько угодно, как угодно и зачем угодно развиваться. Если вы вспомните, была акция в Перекрестке, она была, по-моему, накануне прошлого года или где-то там зимой прошлого года, они предлагали как приз лояльности для того, чтобы увеличивать средний чек наборы легкого пластилина, из которого можно было долепливать какого-то там волшебного человечка и что-то с ним делать. Соответственно, если бы в том же Перекрестке под эту акцию лояльности для увеличения среднего чека совершенно ровно и спокойно разработали бы линейку из семи различных групп, которые объединяют легкий пластилин, какие-то там небольшие пластиковые моторчики, которые за счет механической подкрутки могли бы двигаться, прыгать и танцевать, то, собственно, Перекресток получил бы двойную продажу. Первую продажу – это увеличение чека и подарок на то, что вы покупаете на какую-то сумму денег и получаете пакетик с призом. И, собственно, дополнение, потому что одного маленького пакетика легкого пластилина всегда мало, ничего из него великого сделать невозможно, а легкий пластилин, он имеет тенденцию, он застывает на воздухе, собственно, ровно через 20 минут после того, как вы из него слепили какую-то одну единственную детальку, его невозможно докрутить. То есть вот все, игрушка на этом закончилась. Поэтому это так называемые упущенные выгоды, упущенные продажи, и, собственно, если бы покупатель к этому получил более расширенное предложение, сеть совершенно спокойно бы выиграла и получила бы дополнительный трафик. Следующая группа, которая мне очень нравится и которую я очень люблю, она требует готового решения. Когда мы начинали заводить новые дизайны, новые коллекции, новые тренды, я свою коммерческую деятельность и активность как байер или международный закупщик начинала в сети магазинов «Старик Хаттабыч». И мы, путешествуя по Лилю и изучая форматы магазинов того периода в Европе, открыли для себя такое явление, как интерьерные кабинки. В интерьерных кабинках мы представляли полностью абсолютно готовое решение, которое должен был получить наш покупатель, заходя в нашу сеть магазинов. Как показывает доигрывание и исследование рынка, люди не очень хотят задумываться, люди не очень готовы достраивать себе какое-то внешнее или внутреннее видение своей покупки, и люди очень любят, когда им дают готовое решение. То есть это используют абсолютно все сети. Если вы заходите в фэшн, и у вас есть именно капсула и капсульное представление коллекции, то вы в этой сети покупаете в три раза больше. Если вы заходите в гиперсупермаркет, и вы получаете накрытые столы, на которых стоят несколько видов сервировки, несколько видов возможной комплектации, этот отдел приносит больше продаж, чем если у вас просто отдельные стеллажи, и человек должен додумать, как он укомплектовывает это сам. Что сейчас очень удобно? На любой упаковке можно построить QR-код, можно завести виртуальную картинку, можно докупить паттерн, который дает совершенно четкое представление, как та или иная тарелочка комплектуется внутри вашей коллекции, как она дособирает готовую идею красоту, потому что когда вы видите вот эту закрытую, законченную красоту, где у вас эмоция, вы чувствуете, как пахнет кофе, вы чувствуете, что вы можете налить воду, что у вас есть какая-то минутка тишины, и вы выпиваете свой напиток с необыкновенным удовольствием и спокойствием, то обязательно к этой чашке, которая у вас стоит, если вы докомплектовываете это виртуальной реальностью, или вы расширяете свою полку и уводите своего клиента в онлайн, показывая и интерьер, и более расширенную коллекцию, то у вас произойдет очень интересный сдвиг продаж. Человек совершенно спокойно купит ту коллекцию, которую, или ту часть коллекции, которую он видит у вас на полке, и докупит, докомплектует, расширит свой заказ тем предложением, которое у вас есть в интернет-магазине, потому что он чувствует, он видит, он трогает, он понимает, как лежит этот рисунок в изделии, и он понимает, что, например, для полного счастья ему еще не хватает вот этих вот четырех оранжевых тарелочек, которые, например, в магазине в данный момент нет. И он придет в следующий раз забирать в ваш же магазин эту покупку, и когда он будет закупать покупку, он придет обязательно посмотреть, что у вас изменилось на полке, и сделает дополнительный заказ. Поэтому эмоциональность представления презентации товара, она, собственно, и уникальность вашей коллекции, она позволяет и привлечь покупателя, и отслеживать какие-то дополнительные изменения новинки, и, собственно, играть моментом тем, что у вас есть полка. Любимое слово каждого поставщика и каждого закупщика, полка у нас с вами не резиновая, но у нас есть с вами интернет-пространство, которое может вместить все на свете и увеличить, собственно, ваши продажи в разы. Когда вы начинаете только-только собирать свою коллекцию, всегда появляется такой момент, как колористика. Если вы напишите мне на Фейсбуке, на мою страничку, я попозже в последнем файле покажу вам, как называется мой адрес, собственно, но меня совершенно спокойно, легко можно найти в сети. Я пришлю вам ряд видеороликов, которые показывают вот эту цветовую ассоциацию, которая позволяет влюбиться в ту или иную коллекцию, в тот или иной цвет, и показать, каким образом цвет влияет на восприятие. Так вот, если вы только начинающий дизайнер, если вы только-только начинаете делать какую-то свою коллекцию, вы в себе не очень сильно уверены, никогда не работайте с ультрасовременными цветовыми решениями. Подождите, а лучше возьмите цветовое решение двух-трех последних сезонов, не играя в самые модные, самые популярные, самые серьезные. Потому что обычно, когда вы отрисовываете в колористике прошлого периода, вы получаете какую-то дополнительную поддержку цветового решения, к которому народ привык. Чем, когда вы идете впереди планеты всей, и у вас нет опыта выбирать именно те цвета, которые будут лучше всего и больше всего продаваться. Полка. На полке обязательно одна и та же коллекция, один и тот же дизайн должен быть в нескольких цветовых решениях. Если вы сейчас посмотрите на эту фотографию, вы увидите, что дизайнер предлагает вам скомбинировать несколько цветов, и таким образом у вас появляются варианты. Варианты, как сервировать стол в зависимости от вашего настроения. Плюс, если вы посмотрите, это классическая сетка, которая живет, наверное, уже более 200 лет, которая у нас с вами ассоциируется, наверное, в нашем петербургском фарфоре. Ломоносовский фарфор, который придумал эту кобультовую сетку, и потом она трансформировалась и разлетелась в разных вариантах. То, собственно, вот этот дизайн, если вы будете добавлять туда цветовые решения, цветовые отличия, у вас могут весь сезон, а то и два сезона, просто притягивать дополнительно покупателей, потому что каждый покупатель с интересом приходит и смотрит, «О, я купил синенькое, появилось желтенькое. Пожалуй, докуплю я желтенькую тарелочку, потому что на фоне синенького, вот тут вы показываете, это смотрится достаточно живо, интересно и хорошо». И таким образом, добавляя колористику и давая 3-4 готовых цветовых решения, вы позволяете своему покупателю фантазировать, ждать новинок и таким образом увеличиваете интерес к своей полке, к своему товару, к своей коллекции. На данном файле я хочу вам показать возможность управления трафика и увеличения трафика и добавочных продаж, дополнительных продаж в мебельном магазине. Чаще всего мебель покупают не так регулярно, то есть вы придумываете себе какой-то арьер, у вас есть какая-то потребность, вы покупаете себе крупную мебель, или она у вас живет в среднем где-то 3-4-5-6 лет, в зависимости от того, как часто вы меняете квартиры, как часто вы переезжаете, мигрирует ли ваша мебель из квартиры городской на дачу, что там с ней происходит дальше, произошла смена моды или не произошла. Но мебельные магазины, предоставляя комплексные решения и маленькие формы под свои основные направления, если они еще предоставляют комплексные решения, вот смотрите, вот это у нас с вами столик в стиле лофт, который можно поставить вот на таких вот тоненьких ножках, а можно под эти ножки поставить и использовать гнутую трубу, которая, собственно, очень популярна и очень интересна в стиле лофта, и она традиционная, это такая яркая черта этого стиля. И таким образом, когда у вас кто-то уже купил этот дорогостоящий, красивый столик, который считается точкой одной из арт-объектов внутри вашей комнаты, то совершенно спокойно можно будет к этому столику докупить полочки, докупить какую-то идею, которая с этим столиком будет комплектоваться и будет оживлять интерьерное решение. Если же под тумбочку, которая вот в данном случае, она у нас стоит на деревянных ножках, но если сделать несколько видов ножек и добавить туда какие-то кованые элементы, то она у вас тоже станет таким переходным моментом из одного интерьера в другой, и таким образом вы постоянно призываете себе какими-то новинками, нестандартными решениями, дополнительными моментами покупателя, чтобы он пришел и посмотрел. Может быть, он не купит это сию секунду, но он обязательно это запомнит, и когда он решит, что ему надо добавить какой-то нюанс, акцент, или же готовое решение в свою квартиру, то он вернется именно к вам, потому что он увидел у вас такое вот необычное решение интерьера. Дизайн. Дизайн такая вещь очень занятная. Она есть индивидуальный, он есть индивидуальный, и он есть массовый. Вот я вам сейчас показываю несколько видов дизайна, который, собственно, может работать в масс-маркете и может работать только как частное решение. Вот этот вот кит, такой ведь прекрасный, такой весь необыкновенный, он обрастает огромным количеством различных деталей. У него есть ярко выраженный бордюр, у него есть ярко выраженная текстура, которая, собственно, здесь есть, и за счет этого он как бы перенасыщен и требует своего определенного индивидуального клиента, покупателя, который будет вот именно ждать такого кита, такое наполнение, такой момент. Если же вот эту тарелочку просто облегчить и убрать, например, вот эту часть деталей, кита сделать гораздо меньше и вынести, например, его как вот здесь вот рыбку на этот край, оставить отдельно бордюрное решение и абсолютно чистое содержание этой тарелки, то вы, получается, вот этот авторский дизайн переносите в свою коллекцию массового употребления. Дальше эту коллекцию можно совершенно спокойно усилить к этим китам, к этим морским формам. А море мы любим все, и несмотря на то, что море в этом году, хотя нет, сегодня по телевизору сказали, что Краснодарский край ровно через две недели начинает принимать своих первых туристов, так что море, собственно, у нас есть, и его можно будет получить. Так вот, эту идею с китом, его можно обыграть в совершенно разных каких-то моментах. То есть это можно сделать коллекцию для дома, это можно сделать комфорт. То есть вот этого кита можно сделать в виде различных подушек, его можно перенести в тапочки, его можно перенести в домашний текстиль. Мне очень нравится идея финских дизайнеров, когда они переносят какие-то игрушки из посуды в текстиль, из текстиля в посуду, делают отдельно керамические формы и делают такой очень интересный предмет, который называется пожиратель страхов. То есть вот на маленьком ките делают небольшой такой кармашек, и, собственно, кита оставляют абсолютно пустым, у него вот так вот идет молния. Соответственно, ребенок получает себе как бы друга, утром просыпаясь, он складывает пижамку внутрь этого китая, у него получается элемент украшения кровати. Первое, это его дисциплинирует наводить порядок, привести в порядок свое спальное место, спрятать пижамку, а второе, здесь есть маленький кармашек, если ребенок видел какой-то плохой сон. Если, да, можно делать полотенце, халаты, банны с китами легко, то есть вот эту тему можно переносить из товара в товар. И если ребенок проснулся, ему снился кошмар, или его кто-то обидел в школе, или еще что-то произошло с ним такое не очень приятное, то можно приучить ребенка, рассказать ему, что можно взять бумажку, написать на этой бумажке записочку, спрятать в кармашек, и пожиратель страхов просто съест всю эту плохую историю, и раз ребенок с ним рассказал, то с ним ничего уже не случится. А с точки зрения родителей очень удобно, что когда они достают эту записку и читают, что там происходит, они достаточно четко понимают, что происходит сейчас с их ребенком для того, чтобы помочь и поддержать. Вот таким образом дизайн прыгает. Вот сейчас я вам хочу представить такую небольшую разработку. У нас сейчас в сети «Карусель» идет новый мультфильм, сериал при поддержке Министерства культуры. Во второй сезон уже будут вкладываться первый канал и, по-моему, телеканал «Россия». Это «Снежная королева хранителей чудес». Для этого сериала мы разрабатывали целую серию различных дизайнов и линейок и коллекций, которые будут производиться в Китае. Идея заключалась в том, что сеть может получить полностью всю готовую техническую разработку, чтобы им не заморачиваться на составлении технологической карты. Им предоставляются полностью все производители в Китае. Собственно, они выкупают права лицензии на производство этого продукта и начинают производить именно тот товар в разных качествах, который, собственно, можно использовать, пока идет этот сериал. Создавать совместно с анимационной студией пул фанатов для того, чтобы совершенно ровно увеличивать продажи, наращивать интересы, использовать историю, которая идет по всем центральным каналам, для привлечения детей и их родителей. Собственно, если вы посмотрите на вот эту верхнюю картинку, то это получается Герда. И у нас с вами у всех в детстве была такая картонная куколка. Мы вырезали одежду и одевали ее в зависимости от ее настроения, от своего собственного настроения. Шла ли она у нас в школу, ездила ли она у нас на бал или куда-то там перемещалась. Мы украшали такую девочку картонную различными платьями, которые тоже вырезали потом из бумаги. Вот эта история должна быть из легкого пластилина, который, собственно, затвердевает. Потом с этой плотной поверхности это можно снимать и совершенно спокойно одевать куклу в те или иные наряды, которые должны быть. Можно сделать просто куклу, как вот здесь. Можно сделать мягкую куклу. К ней шьется рюкзак, и она пристегивается сюда на пуговку. Внутрь этой куклы можно тоже сделать несколько карманов. Есть различные серии маленьких женских сумочек, детских сумочек, девочковых, как это правильно сказать, интересно. Сумочки для девочков. И, собственно, любой человечек, когда идет в детский сад или идет в школу, он обязательно берет с собой своего друга, наполняет его нужными сокровищами. И таким образом ребенок, защищенный своей внутренней домашней какой-то добычей, перемещается из дома в детский сад или еще куда-то и проживает свой день, имея своего друга с собой, неся своего друга с собой. Чем мы сейчас отличаемся, например, от крупных магазинов Китая и от крупных магазинов Европы за счет того, что... Вот это Старбакс, чтобы вы понимали, о чем я говорю. И тут, собственно, вот где-то на кружке видно, что это эксклюзивная коллекция Старбакс. За счет того, что у нас все время с вами сокращается ассортимент, за счет того, что у нас все время с вами происходят какие-то изменения валютного коридора, изменения реальности, мы с вами пытаемся почему-то уходить все время в самый дешевый сегмент, чтобы играть на правилах первой цены. И считаю, что промо и весь остальной товар, собственно, он должен быть очень низкого дешевого качества для того, чтобы увеличивать продажи. Вот как ни странно, по последней статистике кризиса, первый год действительно был достаточно жесткий, и первый год действительно люди играли первая цена, самый дешевый товар, работает промо, именно в этот сегмент уходили, собственно, все игроки. При этом игроки, которые уходят в дешевый сегмент и начинают поставлять его на российский рынок, должны очень четко понимать, что валовый оборот денег у них должен возрасти не в десятки, а, наверное, даже в сотни раз, чтобы догнать по прибыли то, что у них было до кризиса, или им надо полностью пересматривать компанию. Поэтому компании, которые уходят в дешевый сегмент, разоряются очень быстро. И в результате вот этих валютных изменений, ровно на второй год кризиса, средний, средний плюс начал расти. То есть люди настолько устали от дешевого товара, дешевого предложения, что появилась очень интересная тенденция. Я куплю одно платье, но я куплю то платье, которое мне нравится. Я куплю одни туфли, но эти туфли будут хорошего качества и будут доставлять мне удовольствие. Есть питерская сеть домовой, которая очень четко отслеживает вот эти вот изменения, колебания рынка и требования рынка, чтобы на полках появилась красота. То есть это очень интересно видно, и прямо вот по закупщикам этой сети, по ассортиментной линейке этой сети можно очень четко отслеживать момент, когда рынок устал от дешевой гадости. Так вот, за счет сокращения, оптимизации, минимизации и прочего у нас где-то 80% красоты до рынка просто не доходит. То есть если вы сейчас вспомните, как выглядит наш Starbucks, а я так понимаю, что ровно через месяц у нас будет возможность зайти в этот волшебный зеленый Starbucks и выпить нашу чашку кофе, и вы сравните ассортимент, то вот этого товара, вот этой детскости, вот этой тяги к младенчеству, у нас младенец и ребенок всегда живет внутри, мне так кажется, у нас всегда будет желание побыть чуть-чуть ребеночком, остается для седых волос. На нашем рынке оно отсутствует, и наш покупатель, собственно, достаточно серьезно теряет возможность увидеть какую-то часть красоты, новых тенденций, новых трендов и нового товара. Это вот, например, для меня очень обидно, потому что мне очень хочется, чтобы наш покупатель видел все возможные новинки, которые предоставляют современные технологии. Ну и, наверное, на этом я свое великое вещание о том, что дизайн – это двигатель прогресса, и только коллекция и уникальное товарное предложение поможет вам сохранить вашего клиента, на этом закончу. Вывод, он очень простой. Полка, она должна быть яркая, привлекательная и уникальная. Если в вашей сети продается точно такой же товар, который продается везде, то на одном пятачке, где находятся 6 одинаковых магазинов, ваш покупатель начнет вас просто шантажировать. Как это выглядит? Я очень хорошо и часто слышу. «Ой, Маша, морковку мы с тобой здесь покупать не будем, она на 5 рублей дороже. Мы с тобой морковку пойдем покупать в соседний магазин. Я видела, она там на 3 рубля дешевле». И таким образом на этом пятачке одни и те же покупатели, вместо того, чтобы остановиться и получить удовольствие от покупки в одном месте, они будут мигрировать и выбирать товар, потому что он везде, собственно, одинаковый. А зачем переплачивать эти 5 рублей, когда вот там же с соседним за углом можно купить то же самое, но дешевле. И вот этот вот вечный «хочу» тоже самое, но дешевле – это тоже путь в никуда. Поэтому у каждого производства, у каждого качества, у каждой кружки есть своя какая-то определенная цена. И, собственно, получая одну и ту же кружку, но делая для нее уникальный дизайн и небольшую красоту с надписью «Спящими глазками», вы делаете для своей полки предложение, которое будет притягивать к вам за добротой и теплотой дополнительных клиентов. И я, наверное, закончу тем, что путь закупщика, он должен полностью совпадать с мышлением, движением своего собственного покупателя. Если закупщик не будет думать категориями красоты, человечности, доброты и эмоций, то, собственно, его покупатели будут от него потихонечку уходить. Вот, я не знаю, есть ли у меня вопросы, собственно, по-моему, их тут и нет. Все работает, все прекрасно, все хорошо. Вот. Я так понимаю, что вопросов нет, за счет того, что я сегодня, собственно, третий человек в вебинарах, все немножечко подустали. Я все-таки, несмотря на то, что я так понимаю, мы тут все свои и все свои родные и близкие, оставляю свои контакты. Приходите ко мне на Facebook, рассказывайте, как вы работаете с дизайном, как вам это интересно, насколько вы хотите построить свою уникальную коллекцию. Я с удовольствием отвечу, проконсультирую, покажу, чем отличаются ваши решения и как сделать лучше для того, чтобы приносили больше удовлетворения вашим покупателям и оно пользовалось большим спросом. И так как, насколько я понимаю, вопросов у нас нет или есть. Вот, собственно, я на этом благостно закончу. Вот, рада была вас всех видеть, рада была с вами всеми познакомиться. Собственно, кит – это прекрасно. Он же запомнился, он же такой большой, добрый, тёплый, и в него можно прятать свои страхи. Спасибо, до свидания. Сейчас я буду понимать, как прекратить вещание. До встречи. Так, а что в отношении продуктов питания? Что нужно рассказать в отношении продуктов питания? Как строить собственную торговую марку? Как её отрабатывать? Сейчас вот есть какой-то очень смешной энергетический напиток, который всеми доступный, салар или как-то там что-то такое. Вот. И у них получается, что они продают напиток, а во всей рекламе используют бобра. И бобёр у них в этой рекламе просто пьёт этот напиток и становится прям офигенно активный и грызёт деревья. В продуктах питания, если вы... Вообще, собственно, я очень люблю, когда бренд становится очеловеченным. То есть у торговой марки появляется какой-то персонаж, появляется какое-то лицо, появляется какой-то главный герой, вокруг которого начинает, собственно, двигаться вся эта история, с которой можно будет её выстраивать как вам угодно. То есть очеловеченный герой, какой-нибудь зверёк, который путешествует во времени, может помогать вам позиционировать ваш товар всеми доступными для анимации способами. Во-первых, это рецепты, как правильно использовать ваш продукт в готовке. Во-вторых, это там планомерное развитие о том, как вы говорите, что это полезно, вкусно, потому что то, что касается сейчас полезности, вкусности и безопасности, это будет у нас с вами на первом месте. У нас сейчас, я думаю, что пойдёт такая относительная истерия на фоне этого вируса. Мы все будем стараться вести определённый безопасный образ жизни. Дальше можно сделать очень интересную историю готовых рецептов. Помните, когда мы с вами были маленькие, у нас было огромное количество готовых кексов. И ты приносил домой какой-то там порошок, добавлял туда молоко, какую-то жидкость, яйца, всё это взмешивало, и у тебя получился прям вау-успех, при котором ты начинаешь сам вроде бы готовить, у тебя получается сам вкусный какой-то там пирог изделия. Соответственно, вы можете сделать вот такую вот историю полукулинарных изделий, где ребёнок вместе с родителями может добавлять внутрь ваших продуктов какую-то часть ингредиентов, и получается, что ребёнок вместе с родителями учатся готовить. То есть вот эта ниша, она достаточно пустая и очень интересная. В отношении продуктов можно придумывать промо-подарки. То есть волшебный Китай может заказывать вам персональных героев, разработанных, и делать какие-то подарки при продаже, покупке. Можно придумывать действительно уникальную упаковку, которая будет. То есть какие продукты, да, то есть тут нужно понять, какой огромный, какой тип продуктов надежда вас интересует. Поэтому вы можете прийти ко мне в личную историю, мы с вами обсудим, какие у вас продукты питания, кто на вас там из конкурентов нападает, и что можно сделать, чтобы отстроить свой личный бренд и свою личную историю для того, чтобы, собственно, получить свои 10% рынка. Как самый простой способ, возьмите Простоквашино, где они запустили лицензированных героев и, собственно, за счет готовой истории лицензии отыграли себе вот эту домашность, уникальность, доброту или домик в деревне, где была бабушка, которая рассказывала, как она заботится о своей семье. Если, например, взять рынок Китая, то 80% рекламы продуктов выстроены именно на уважении семьи и на уважении разницы поколений. И когда показывают китайцы, как они едят тот или иной тофу, приезжают на ту или иную ферму закупать именно тех или иных уток, они обязательно дают историю, а вот сюда же приезжала моя прабабушка. И вот мы здесь все, собственно, в одном направлении движемся и покупаем все эти продукты из года в год, и это прекрасно, это очень вкусно. А что там про личный бренд? Личный бренд при помощи дизайна. Марина, можно вы мне допишите, что именно вы хотите услышать про личный бренд и выстраивание его через уникальность, через дизайн? Личный бренд можно выстраивать через эмпатию, совершенно спокойно. То есть я, если честно, не очень сильно верю в историю личного бренда. Я очень сильно верю в историю профессионализма, потому что когда вот эта вот волшебная волна истерии уляжется, и, собственно, 148... Да, у меня есть... Если вы зайдете на мою страницу в Фейсбуке, я, по-моему, недавно постила там отдельный ролик прошлого года, который я снимала для международной выставки «Мир детства». И у меня вместе со мной все эти ролики, все эти передачи вели два героя. У меня был мишка Шао-Шао, это была панда, и был мишка Топтышка, наш Бурый медведь, которые, собственно, показывали, каким образом российский рынок отличается от китайского. И у меня эти герои жили. Потом я заказала, собственно, ручную работу, два эти медведи у меня стоят, живут своей жизнью, потому что я как-то перешла на изготовление крупных проектов, и, собственно, идея с игрушками и мишками, они несколько отложились и стала ждать своего часа. Но я думаю, что я к ним вернусь, потому что это интересно. Личный бренд, он может быть абсолютно любой, да, в зависимости от того, какую тему вы хотите донести, что вы хотите сделать для своих клиентов, вы можете использовать любой архетип, любой аспект психологии, любого героя, если вы хотите, чтобы к вам приходил определенный тип клиентов. Опять-таки, если вы мне напишите на Фейсбуке, ко мне на страничку, то я, собственно, познакомлю вас с очень интересной психологической дамой, которая выстраивает игры по архетипам. Она показывает, как наша психология, как наше поведение выстраивается вокруг одного архетипа, и как этот архетип ведет нас, и каким образом человеку очень сложно подключить дополнительные черты своего характера, чтобы двигать, продвигать и выстраивать свою карьеру, свою жизнь, свое колесо балансов при помощи дополнительных архетипов, а не одного героя, которым, собственно, мы привыкли пользоваться. Вот как-то так. Есть еще какие-то вопросы? Ответила я на все. Вот. Надежда, если я не ответила про продукты, приходите, мы поговорим с вами потом отдельно, потому что продукты – это такая очень емкая тема, собственно, которую можно обсуждать достаточно долго и смотреть, каким образом отстраивать свое позиционирование на рынке. Какая бы ни была высокая конкуренция, что бы ни происходило на рынке, как бы там все друг друга не подсиживали, есть определенные правила игры. На любом рынке, если вы сейчас очень внимательно посмотрите, есть один лидер, или их там два или три, которые строят всю стратегию. И остальной рынок очень качественно и грамотно, а иногда некачественно и неграмотно, копирует их линии поведения. И, собственно, поэтому в этот кризис достаточно большое количество компаний должны разориться, открыться новый, появится новый формат бизнеса, который будет выстраивать свою стратегию. Я надеюсь, наши дети, которые придут на нашу смену, будут выстраивать маркетинг в стиле индивидуальных решений и научатся жить периодом ранее. Вот, да, сейчас ЗОЖ – натуральные продукты. Но это всегда было популярно. Просто вопрос в том, что на натуральные продукты, они должны стоить адекватных денег и должны быть при этом вкусные. То есть вот если, опять-таки, вы зайдете на мой Фейсбук, я тут недавно сходила в волшебный магазин «Пятерочка», открыла для себя новое натуральное молоко, которое называется «Молоко собственной дойки», что ли, или своей дойки, такая синяя бутылка. Вот, безумно вкусно, но, собственно, бренда у этого продукта нет, но товар необыкновенный, действительно, из этого молока ровно через 3 дня появляется, как это называется, простокваша. Вот, спасибо вам большое. Была рада с вами познакомиться. Как преподнести новый товар в ЗОЖ? Давайте мы тогда уже перейдем отдельно в мой чат, и там уже будем обсуждать, как преподнести новый товар. Все, спасибо вам большое. Если будут какие-то вопросы, пишите, звоните. Я, собственно, не 24 на 7, но я достаточно доступна. До свидания. Была рада с вами пообщаться.